В зоне АТО один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. За прошедшие сутки более 50 раз боевики открывали огонь по нашим военным. Сразу в нескольких местах противник использовал гаубицы и тяжелые минометы. Снова под вражеским огнем Красногоровка. Руслан Смещук расскажет все подробности. Это Сепарская. Это в асфальте здесь торчало, это после последнего обстрела. Повсюду воронки от вражеских реактивных гранат и минометных мин. Это передовые позиции под Красногоровкой. Последняя неделя одна из самых напряженных в зоне боевых действий на Донбассе. Вот удар мины и вот вошла. И у нас мина пришла по сколках, ударила по деревах. Боевики стреляют, а скорее накрывают наши позиции огнем здесь каждый день. Как по часам с пяти утра, рассказывают наши военные. Используют боевики калибры потяжелее. Солдат Александр рассказывает, несколько дней назад по его позиции работал вражеский танк. Снаряд ударил в паре метров от него. Спасло то, что это был бронебойный, а не осколочно-разрывной. Я стоял, вот здесь вот деревом, просто чтобы был бронебойный патрон у него, то есть снаряд. И полетел он, то есть он там второй дуб, он то есть чесанул. Бронебойный он летит, то есть он сносит все на самом пути, а осколочный, то есть при попадании сразу взрывается. Позиции блиндажи противника тут в прямой видимости. Вот он завод, у них вот там за заводом они живут. А чуть правее вот это насыпь, и туда от завода до этой насыпи идет у них окопы. И туда они приходят и по нам работают. Примерно с этого направления в воскресенье боевики вели мощный обстрел Красногоровки. Тогда по городу выпустили более 30 крупнокалиберных снарядов и ракет. Украинские военные рассказывают, стреляя по городу, российские наемники параллельно накрывали и эти позиции. По нам они работали минометами 82-ми, 120-ми. Все такое, что тяжелое, это они крылья по городу, ну дальняя артиллерия. А чтобы мы не отвечали, чтобы там могла работать, они нас накрывали 82-ми, 152-ми. Сейчас Красногоровка отходит от воскресного вражеского обстрела. В поликлинике уже разобрали поврежденные взрывами перекрытия и часть крыши. Засыпали некоторые воронки, забили целлофаном выбитые окна. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Майорчук. Подробности телеканал Интер.